Правда, в последний момент власти Болгарии неожиданно попытались помешать ее проведению. МИД страны в ультимативной форме призвал организаторов отказаться от слова освобождения в названии экспозиции. К возмущению российских дипломатов и всех, кто пришел сегодня в российский культурно-информационный центр на выставку. Среди них была и наш специальный корреспондент Дарья Григорова. Только что мы получили ее репортаж из Софии. Лучшие рекламы и придумать было сложно. Скандальное заявление болгарского МИДа, назвавшее освобождение Болгарии от гитлеровцев оккупацией, в стране услышали и так, что большой зал российского культурного центра в Софии едва ли вмещает всех желающих. Болгарский народ имеет право выразить свою позицию. У меня свое гражданское мнение, и министерство не может говорить от моего имени. Поэтому я здесь. Экспозиция рассказывает об освобождении Восточной Европы от нацизма. Открытие 9 сентября не случайно. В 44-м году в этот день в Болгарии произошла кульминация антифашистского восстания. Но на открытие пришли и те, кто эту историю видит иначе. Те, кого заявление болгарского МИДа только подогрело, около 40 человек, во время открытия митинговали перед зданием против России за евроатлантический курс. Россия в лаг брак Болгарии. Не брак Болгария, а брак Болгарии. Брак, брак, брак. Но по опросам, которые проводились по заказу Еврокомиссии, больше 70% болгар симпатизируют России. Очень давно идут опыты стравить болгар на русских и наоборот. Очень долго старались болгар убеждать, что Россия плохая. Не получается. Давайте лучше мы настроим русских против болгар. А тут еще и грядущие выборы. На октябрь назначены внеочередные парламентские. И скандал вокруг исторической выставки может быть направлен против правящих социалистов. Организаторы просят не смешивать историю и политику. То, что происходило после войны, это отдельный разговор. Нужно помнить о том, что руководители держав победителей, Сталин, Черчилль и Рузвельт, совместно вырабатывали подходы к обеспечению международной безопасности послевоенный период. В экспозиции материалы, в том числе длительное время хранившиеся под грифом секретно, сразу из нескольких государственных архивов. Вас лично не смущает вот эта формулировка воин-освободители? Конечно, нет. Не был одной болгарский истрель против Красной армии. Не один во всей Болгарии. Что это значит? Что люди встречали Красную армию как освободителям от нацизма. Сохранились не только фотографии, что представлены здесь на выставке, но и хроника красноармейцев встречают как героев. Наши войска ходят на территорию Болгарии и видят, что болгарские пограничники отдают им честь. В честь десятилетия освобождения благодарные болгары поставили в столице памятник. В Софии уже сбились со счета, сколько раз памятник советским воинам в центре города страдал от рук вандалов. Фигуры рабочих и солдат регулярно покрывают краской, на постаментах появляются надписи. По двустороннему договору Болгария обязана поддерживать в порядке объекты совместной истории, но денег на это не хватает. Но если вспомнить заявление дипломатов, ясно, что кроме денег может не хватать и политической воли. Но главное здесь, что МИД Болгарии совсем не равно болгарский народ. Дарья Григорова и Антон Чигаев. Вести из Софии.